В ПЦУ, считаем не только мы, не только Украинская Православная Церковь, но и абсолютное большинство, подавляющее большинство епископов Мировой Православной Церкви, поместных церквей, ПЦУ не имеет апостольского преемства, а следовательно и благодати таинств. И именно в этом главный камень преткновения, который сделал невозможным никакие даже разговоры о каком-то формальном, фактическом объединении с ними. Вот здесь сегодня поднималась тема, когда патриарх Варфоломей созывал вот этот вот объединительный, так называемый, хотя он не объединил основную часть православия с раскольниками, собор. Почему вы бы могли, епископы Украинской Православной Церкви, присоединиться, вас большинство, вы бы проголосовали, избрали своего предстоятеля, таким образом все раскольничьи структуры просто влились бы в вашу структуру, стала единая большая каноническая церковь. Это было невозможно сделать именно потому, что в наших глазах, в том измерении, о котором мы говорили, религиозно-каноническом, епископы ПЦУ, а их предшественники, то есть они же до этого собора, епископы Киевского Патриархата и Украинской Автогефальной Православной Церкви, с нашей точки зрения, не являются епископами, они являются обычными мирянами. С точки зрения общественно-правовой, они точно такие же, как и мы все, иерархи, религиозные деятели, имеющие те же права перед обществом и государством. Но с точки зрения канонической, они для нас не являются епископами, не имеют апостольского преемства, поэтому объединение никакое быть не могло у нас с ними. Поэтому мы считаем, обоснованно считаем, что у них нет благодати в совершаемых таинствах, и считаем это не только мы, но и подавляющее большинство православных по всему миру. Именно поэтому ПЦУ не признается автокефальными православными церквями, а даже там, где оно признано в силу давления, в том числе политического давления, как-то в Илладской православной церкви, там ряд епископов, которые твердо стоят на православной платформе, на канонической твердой позиции, они отказываются их признавать. Точно так же, как на Афоне. Афон в подчинении прямом Канцинопольского патриарха. Но тем не менее, большинство монастырей просто закрывают свои ворота перед представителями ПЦУ, которые туда приезжают. Почему? То есть, Владико, а чем это небезопасно сами для верян, для прихожан этой церкви? Опасность та же самая. Вот бывают деньги настоящие, а бывают фальшивые. Различить их очень сложно, если посмотреть с первого взгляда. А пенсионеров вообще различить невозможно, у которого зрение плохое. Но тем не менее, одна купюра настоящая, а другая фальшивая. Хоть с виду одинаковая. Конечно, сравнение может быть не очень корректное, но нечто подобное происходит и в церковно-религиозной жизни. И церкви похожи друг на друга. И облачения похожи, а иногда и одинаковые. И служба служится практически идентичная. Да, мы на поэтичном, древнем церковно-славянском языке, ПЦУ на современном языке, бытовом. При этом, благодать таинств мы считаем, у нас есть, а у них нет. Можно прийти и совершить тот же самый обряд, но не получить самой сути этого обряда, а то и благодати божественной, которая преподается невидимо под видимыми формами обряда. И религиозная жизнь, и религиозная сфера намного важнее сферы финансовой в жизни человека. Деньги останутся здесь, все материальные блага останутся здесь, а духовное – это то, что мы возьмем в вечность. И неужели, если у человека есть хоть малейшее сомнение в правильности того, что он получит, зайдя под крышу того или иного храма, человек может вот так вот благодаря идеологии, которая привела его, например, в храм ПЦУ, ведь туда ведет людей, как правило, идеология, а не религиозный порыв, так свою жизнь вечную подставить под сомнение из-за того, что вот «а мне все равно, а Бог один, а я разницы не понимаю». Ну, в деньгах-то все разницы понимают. Продолжение следует...